Ну шо, будем шаряться? Попка чистая. Это пизда, какой болючий укол! Я могу стать попой, кому веселее будет. Здарова, чуваки, это я, Александр Позенко. Я, извините, что я тут лежу, просто спина болит, вы же знаете, я старый, блядь. Короче, я соскучился, по-моему, пиздец, как, два дня, короче, не снимал. И соскучился очень сильно, блин, дома лежал, отлеживался, блин. Знаете, это, хотел вам сказать огромное спасибо, у вас становится все больше, больше подписчиков. Вы лайкаете, так отлично комментируете. Спасибо вам, что смотрите, потому что, если честно, то вот мои близкие, они говорят, блядь, ты же. Что, что ты такое несешь, как это там рассказывать, что ты дрочишь. Это же не нормально, ты что, дурак, типа, ты что, клоун. Блядь, ну, понимаете, ну, на меня это отдушина, понимаете. Если раньше я такой хожу, мучаюсь полгода-год, у меня депрессии, хуеси. Из-за того, что я не снимаю, понимаете. Ну, клипы, клипы, это все дерьмо. А вот именно что-то такое настоящее, хорошее, высокохудожественное, мать его. Понимаете. И потому ты ходишь, вынашиваешь этот сценарий, пытаешься найти актеров, там, поработать с ними. Ну, то есть, то, что я пищу на камеру и с этого делается видос, это мои маленькие микрофильмы. Я, если честно, счастлив, потому что я наконец-то понял, блядь, как я могу заниматься, чем ему заниматься, чтобы мне было максимально комфортно для души. Понимаете, что стрижки стрижками, а вот это оно true. И потому, господа, спасибо вам огромное, преогромное, что вы действительно смотрите, лайкаете, подписываетесь. Спасибо вам, мужики. Самое главное, что вас становится все больше, блядь, и вы смотрите на такого дурачка, как я. Короче, господа, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начнем? Ну, давайте с хорошей. С хорошей новостью мы сегодня, короче, должны, должны пойти на Кривосток. Мы давно уже с пацанами, ну, с ребятами купили билеты, положили в банку, короче, и хотим пойти на Кривосток. А вторая новость плохая. Короче, у меня нашли Эпштейн-Барн. Короче, ну, вот знаете, гриб-простуда есть два вида. Вирусные, инфекционные. Вирусные, это типа симптомы, блядь, ты полечился, все нормально. Инфекционные, это когда у тебя уже в крае какое-то плавает дерьмо, блядь, и не дает тебе спокойной жизни. Но эту болезнь еще типа называют болезнь поцелуев. Потому что она предается через поцелуи, через слюну, через очень тесный контакт. Через секос по-любому. Мама. Ну, мама моя знает, что я такой, так что нормально. Кстати, скоро пойду в Николаевну, я покажу вам свою маму. И это, короче, на самом деле все очень хуёво. Очень все хуёво тем, что эта болезнь, ей типа болеют 85% людей. Типа каждый человек за жизнь, она этой болезнью переболевает. Но тема в том, что у всех она проходит по-разному. Кто-то там чуть-чуть поболел и не заметил даже, что это. Но это есть у каждого. Там как бы ничего страшного, но есть свой пи***ц. То есть заключается в чем фишка? Если я еще раз простужусь или там насмерть появится, мне не надо выебываться. И как, знаете, как все обычно там. Чаек попил, там какие-то саблетки пососал, неделя прошла, то я похуй. Ну, то есть мне надо сразу забежать в больницу. Потому что если я, не дай бог, забью, то моментально этот Эпштейн-бар дает охлаждение на селезенку, на печень. Кстати, она уже увеличена. Я охуел, блядь. Как будто я локаж, блядь, 40 лет. Я уже почти даже не пью. Так не пью, блядь. Жесть. И, короче, надо типа лечиться. Жить буду, надо лечиться. Ну, то есть уже чуть-чуть по-другому. Так как надо вести образ, здоровый образ жизни. Не курить, не бухать, короче. Ну, то есть, понимаете. Жить можно. Тепло одеваться, кстати, кто-то там писал. Типа, Саша, одевайся. Уже придется. Пи***ц, короче. Просто пи***ц. А вот, кстати, мое лечение. Вот шприцик шириво какой-то. Таблетки для печени. Вон печеночка нарисована. Короче, типа такая тема, что надо проколоться и все будет чики-пуки. Наверное. Все будет, наверное, хорошо. Ну, типа будет хорошо. Наверное. Надо еще сдать анализ на спид. Да. Я его сдавал уже два раза. Но Толику, я Толику звоню, короче, тоже познакомиться. Говорю, Толик, блядь, надо сдать анализ на спид. Он говорит, расслабься, говорит, у тебя нет спида. Я такой, почему это, блядь? А, потому что спид бывает только у гении. Ну, типа гении, великие люди. Так что так вот, короче. Ну, шо, будем шаряться? Да? Шо, я думаю, меня нормально видно. Кто не шарит, как раз будет мастер-класс, как шернуться в жопу с самым болючим уколом. Короче, берем ручки. Берем. Спирта не было. Я взял салициловую кислоту. Можно вот так, как я, прям, на ручке, между пальчиками. Фу, блядь. Так, берем ватку. Берем ватку. Капаем на ватку. Спускаем штаники. Спускаем штаники. Пису показать вам или в следующий раз? Мажем, мажем попку. Мажем хорошенько попку. Попка чистая. Берем спритик. Берем спритик. Короче, тут такая тема, что одну ногу надо стать, к примеру, на левую, а правую расслабить, чтобы булка расслабилась и мазаться. Смотрите. Резко достаем. Берем ватку. Берем, сука, ватку. И мажем, мажем, мажем. Я сейчас буду бить по жопе и сейчас объясню, почему. Я могу стать попой, но веселее будет. А-а-а-а. А-а-а, сука. Короче, не меет нахуй, нахуй не меет нога вся. Потому что это, да, какой болючий укол. Короче, те, кто, блядь, кололся горящим уколом, отвечая, это хуйня полная. Это, блядь, вообще не больно. А-а-а, сука, больная хуйня. О-о-о-о. Я мужик. Де-е-е-е. Ну, иди, когда водку пьешь. Когда водку пьешь. Кто скривился, тот мужик. Сука. Короче, надо бить поляшки. Оно быстрее рассасывается. Короче. И не так будет больно. А-а-а. А-а-а. Меня начал смотреть мой дядя. Виталик, привет. Я возрослел. Мне почти 30, я дурак. У-у-у, сука. О-о-о. О-о-о. Да, я хоть кто мазал. Векарства такие дорогие, блядь. Один в масс 100 хривен, блядь. Шо за дела? Помню, в детстве киньи был по 5 рублей ямбал. А это, блядь. Хорошо, что пацаны пошли. Я их отправил пожрать, чтобы заснять вам, как я мажусь. О-о-о-о. О-о-о. А я не вижу, что я лежу с усы. А-а-а-а. О-о-о-о. О-о-о-о. Баян и воткни себе в вену пару кубов галлюциногена. Почувствуй приход, почувствуй, как тебя бьет. Как кровь из носа фонтана бьет. Пусть дело твое, но этот болит и рана, в которую насыпали соли. Высоси гной. Сплюнь его на стену. Потом возьми баян и воткни себе в вену. Эппи, эппи, сиси, я-я. Да, у тебя такое часто бывает, когда мертвой хваткой стиснут из зубы, и белая пена пачкает губы. В такие минуты ты теряешь рассудок, ты плачешь от страха, вонючий ублюдок. Но сопли твои никого не волнуют, каждый сам у себя здоровье ворует. Пересмертью не надышишься, и ты это знаешь. Но все равно, как рыба, воздух глотаешь. Дыши, не дыши, ты крякнешь по-любому. Или в лучшем случае провалишься в хому. Это вирус. Это вирус. Он сидит внутри. Это вирус. Это вирус. Что не говорили. Это вирус. Это вирус. Он сидит внутри. Это вирус. Это вирус. Что не говорили. Это вирус. Это вирус. Это вирус. Субтитры подогнал «Симон»